Амазонка содержит больше неоткрытых видов, чем почти любое другое место на Земле. Ученые каталогизировали тысячи видов, но они считают, что еще тысячи остаются скрытыми в темных водах, ожидая своего открытия. Тревожно то, что некоторые из найденных существ выглядят так инопланетно и кошмарно, что едва кажутся реальными. И первая в нашем списке – паразит настолько ужасный, что местные жители не произносят его имя вслух. Познакомьтесь с Кандару, настоящим вампиром Амазонки. Это крошечная, почти прозрачная сомик длиной всего в несколько дюймов, но внушает больше страха местным жителям, чем пираньи когда-либо могли. Почему? Потому что это существо не охотится на плоть. Оно охотится на отверстие. Да, отверстие. Привлеченный запахом мочевины, он известен тем, что заплывает прямо в жаберные щели других рыб. И что тревожно – в человеческие отверстия. Верно. Очевидцы и несколько ужасающих случаев описывают, как он вторгается в тело пловцов, закрепляется с помощью шипов, направленных назад, и отказывается выходить. Хирургическое удаление – единственный выход. Многие ученые когда-то считали это мифом, пока не задокументировали медицинские случаи. Это редкость, но это реально. И этого достаточно, чтобы даже искатели острых ощущений держались подальше от воды. Но что, если что-то большее может убить вас электричеством? Это не похоже на монстра, скорее на толстую, уставшую змею. Но не дайте себя обмануть. Электрический угорь Амазонки – одно из самых смертоносных животных в реке, и не из-за его укуса. Это существо выдает электрические разряды до 600 вольт. Это в пять раз больше, чем выходит из вашей розетки. Достаточно, чтобы вырубить взрослого человека, а в редких случаях даже вызвать смерть. Что еще более жутко, они используют электричество не только для охоты, но и для того, чтобы видеть. В кромешной тьме электрические угри посылают импульсы, которые отражаются от объектов, помогая им в реальном времени картировать свое окружение. Это как радар, только смертельный. И вот что самое интересное. Недавно были обнаружены новые виды электрических угрей, которые производят еще более сильные разряды, чем мы считали возможным. Но электрическая опасность – это только начало. А как насчет зубов? Ряды острых, как бритва зубов, которые могут разорвать плоть за считанные секунды. Вы слышали легенды. Пловцы, обглоданные до скелета за секунды. Реки, кипящие в красной ярости. Хотя некоторые из этих историй преувеличены, правда, пираньях все равно ужасает. Обитающие по всему бассейну Амазонки, краснобрюхи и пираньи – самые страшные. Они небольшие, всего около фута в длину. Но когда они собираются в стаю, они действуют как циркулярная пила. В один момент вода спокойна, а в следующий она бурлит от десятков их. Их зубы – как ряды крошечных ножей для стейка. Их привлекает кровь, шум, даже всплески. И хотя нападения на людей редки, они все же случаются. Были зафиксированы случаи травм, а в экстремальных ситуациях – смерти. Но в Амазонке вам нужно беспокоиться не только о хищниках. Некоторые существа просто не должны существовать вообще. Как, например, это следующая рыба, которая дышит воздухом. Если бы вы осушили Амазонку за ночь, некоторым рыбам было бы все равно. Легочная рыба – один из самых странных выживших в реке. У нее не только жабры, но и легкие. Настоящие легкие, как у нас. В засушливые сезоны, когда вода исчезает, она зарывается в грязь и впадает в своего рода спячку, дыша через отверстие в почве. Она может оставаться в таком состоянии месяцами, а иногда и дольше. Без воды, без еды, просто ожидая возвращения дождей. Что удивительно, так это то, что эта способность не нава, она древняя. Ученые считают, что легочные рыбы – это эволюционные реликты, которые не изменялись более 400 миллионов лет. Это делает их старше гинозавров. Они существовали здесь до того, как что-либо вышло на сушу. Но что, если в тех же водах скрывается нечто еще большее, густое, тихое и голодное? Это не миф. Это не легенда. Это зеленая анаконда – самая большая и тяжелая змея на Земле. И она процветает в болотах и водах Амазонки. Некоторые из них вырастают длиннее 30 футов и весят более 500 фунтов. Это тяжелее, чем рояль. Анаконды – хищники-засадчики. Они прячутся под поверхностью, как живые канаты, полностью неподвижные, а затем взрываются с сокрушительной силой. Один укус, одно обвитие их кольцами – и борьба окончена. Капибары, кайманы, даже игуары – ничто не является запретным. Что делает их еще более устрашающими, так это их скрытность. Местные жители часто не видят их, пока не становится слишком поздно. Рябь на воде, тишина, исчезновение. Но не все в реке является чудовищным. Некоторые из них выглядят очаровательно, пока не узнаете секрет. Они розовые, игривые, кажутся невинными. Но амазонский речной дельфин, также известный как бота, имеет странную репутацию. В местном фольклоре его боятся, говорят, что он превращается в мужчину ночью и соблазняет женщин. У этого дельфина долгая история загадок, но наука имеет свои причины для удивления. Речные дельфины обладают невероятно гибкой шеей и острым интеллектом. Они охотятся в мутных водах, используя их локацию, извиваясь и поворачиваясь в жутких, почти человеческих манерах. Некоторые ученые считают, что их поведение демонстрирует признаки развитого интеллекта, возможно, даже соперничающего с приматами. И это еще не все. Известно, что эти дельфины проявляют агрессивное, даже жестокое поведение по отношению к другим животным. В одном исследовании наблюдали, как дельфин играл с пресноводной черепахой, но также калечил ее без видимой причины. Но давайте вернемся к зубам. Большие, человеческие. Это выглядит как шутка, пока не укусит. Паку – это родственник пираньи, но вместо острых зубов у него плоские, квадратные. И они выглядят точно как человеческие. Серьезно. Резцы, коренные зубы – весь этот тревожный набор. Родом из Амазонки, рыбы паку обычно травоядные. Но не позволяйте этому успокоить вас. Были странные инциденты, включая один тревожный отчет из Папуановой Гвинии, где были введены паку, связанные с нападениями на мужчин-пловцов. Скажем так, они кусали там, где никого не должны кусать. Некоторые даже называют их «резаки яйц». Хотя это преувеличено, слухи добавили к их и без того жуткой репутации. И все же, это всего лишь один пример того, насколько чужеродной может быть жизнь рыб в Амазонке. Потому что следующее существо носит броню и вырастает длиннее взрослого человека. Его называют пероиба – настоящий речной монстр. Этот вид сомов может вырастать более 10 футов в длину и весить более 400 фунтов. Это тяжелее, чем большинство людей, но шокирует не только размер, но и внешний вид. Проиба выглядит доисторически, с толстыми костяными пластинами и массивными челюстями. Эти сомы являются высшими хищниками в своей среде обитания. В отличие от донных сомов, которым вы привыкли, проиба – агрессивный охотник. Известно, что они едят других крупных рыб, ракообразных и, возможно, даже мелких млекопитающих. Рыбаки вытаскивали из них наполовину съеденных пираний. Некоторые утверждают, что видели, как эти чудовища утаскивают под воду мелких животных. Это как вытащить реликвию из другого мира. И как только вы думаете, что амазонка не может быть более ужасающей, следующее существо живет внутри вас. В амазонке опасность не всегда снаружи тела, иногда она внутри. И ничто не доказывает это лучше, чем паразитические черви, найденные в этом регионе. Эти существа – материал для кошмаров. Некоторые зарываются под вашу кожу, некоторые путешествуют по вашему кровотоку, а некоторые даже вторгаются в ваши глазные яблоки. Один из худших – это луалуа, также называемый глазным червем. Его можно увидеть, как он извивается по глазу, пока вы еще бодрствуете. Другие, такие как некоторые нематоды, могут расти внутри органов и оставаться незамеченными годами. Эти паразиты часто попадают в организм из-за грязненной воды или через укусы комаров. Они не только болезненны, но и изнурительны. В крайних случаях они могут привести к слепоте, судорогам или даже смерти. Но не все жуткие обитатели амазонки маленькие. Следующий – он действительно может ходить по суше. Да, вы правильно прочитали. Некоторые рыбы-амазонки могут ходить по суше. Один из самых странных примеров – это ножевидная рыба, вид которой, когда уровень воды падает, может использовать свое мускулистое тело, чтобы ползти по грязи и мелководью в поисках лучшего дома. Но она не одна. Некоторые виды сомов, такие как бронированный сом, также выползают из пересыхающих рек, используя свои плавники и сильное тело, чтобы передвигаться по суше. Этим рыбам не нужно много воды для выживания. Некоторые могут дышать через кожу. Другие заглатывают воздух, как двояко дышащие рыбы. Это отчаянный шаг, конечно. Но в Амазонке, когда вода высыхает, выживают самые странные. Но если это недостаточно странно, подождите, пока не встретите речного ската размером с обеденный стол. Он прячется на дне, зарывшись вилл. Вы можете никогда не узнать, что он там, пока не станет слишком поздно. Гигантский пресноводный скат – одно из самых загадочных существ Амазонки. С телом, которое может достигать более шести футов в ширину, и хвостом, как кнут, это существо так же мощно, как и бесшумно. Что делает его пугающим? Так это не только его размер, но и ядовитый шип на хвосте. Если на него наступить или угрожать, скат может ударить с силой, пробивающей кость, фрыскивая яд, который вызывает мучительную боль, повреждение тканей и, в некоторых случаях, смерть. Многие местные жители боятся их больше, чем пираний. Они сливаются с речным дном, оставаясь невидимыми, пока вы не окажетесь прямо над ними. И хотя скаты обычно не нападают без провокации, в мутной воде случаются несчастные случаи. Но представьте себе, в реке живет нечто еще более необычное. То, что вы ожидали бы увидеть в океане, а не в пресной воде. Звучит как выдумка, но это реально. Амазонка является домом для пресноводной медузы. Называемая црасперачуста сайбей. Это крошечное, полупрозрачное существо дрейфует по спокойным участкам реки, пульсируя мягко, как его соленоводные родственники. Она не жалит людей, по крайней мере, не с такой силой, чтобы вы это заметили, но само ее присутствие озадачивает. Медузы должны обитать в океане. Как одна из них оказалась в тысячах миль от океана, в пресной воде? Ученые считают, что эти медузы могли путешествовать по всему миру с водными растениями и остаться в подходящих теплых, спокойных водах. Они хрупкие, едва дюйм в ширину и часто невидимы, пока свет не падает на них под правильным углом. Но они доказывают одно, совершенно ясно. В Амазонии возможно все. Тем не менее, некоторые существа не плавают. Они капают, они сочатся и убивают, не кусая. Амазония является домом для одних из самых токсичных животных на Земле. И им даже не нужны клыки или когти. Познакомьтесь с ядовитой лягушкой-древолазом. Ярко окрашенная, не больше монеты и абсолютно смертельная. Одна лягушка содержит достаточно токсина, чтобы убить 10 человек. Не вводят яд, выделяют его через кожу. Коренные племена когда-то использовали выделение, чтобы покрывать наконечники духовых дротиков. Отсюда и название. Что удивительно, эти лягушки не рождаются ядовитыми. Они получают свои токсины, поедая определенных насекомых, которые встречаются только в их родных средах обитания. И угадайте что? Некоторые рыбы и обитатели рек также могут содержать токсины, вещества, которые исследователи только начинают изучать. Но мы еще не закончили с странностями. Следующая рыба. Вы можете видеть сквозь ее кожу и наблюдать, как бьется ее сердце. В кромешной тьме вод Амазонки природа становится странной. Познакомьтесь с стеклянным ножевидным самом, прозрачным чудом с лентовидным телом и органами, которые можно буквально увидеть снаружи. Он больше похож на призрака, чем на рыбу. Он полностью прозрачный. Никакой чешуи, никакого пигмента. Только слабое мерцание, когда он скользит мимо. Но не только его внешний вид странный. Он использует электрические поля, чтобы ощущать свое окружение, как живой радар. Ученые считают, что эта способность помогает ему ориентироваться в самых темных частях реки, куда не проникает даже солнечный свет. Он хрупкий, зловещий и невероятно редкий для наблюдения, но не все обитатели Амазонки избегают внимания. Следующий – громкий, агрессивный и шокирующий милый. Пока он не откроет пасть. Они выглядят, как игривые собаки в воде, пока не обнажат свои зубы. Гигантская выдра Амазонки может вырастать более 6 футов в длину и весить более 70 фунтов. Это не ваш среднестатистический пушистый млекопитающий. Эти хищники высшего уровня умны, быстры и охотятся стаями. Работая в команде, их видели, как они ловят крупную рыбу, кайманов и даже защищаются от ягуаров. С челюстями, достаточно сильными, чтобы дробить кости, и пронзительным криком, которые разносятся над водой. Они являются самыми неожиданными сильными игроками Амазонки. Не дайте себя обмануть их милым внешним видом. Эти существа свирепы, громогласны и крайне территориальны. Перейдите им дорогу, и вы быстро поймите, почему местные называют их речными волками. А говоря о силе, следующая рыба не просто плавает, а она выскакивает из воды, как ракета. Познакомьтесь с аропаймой, одной из крупнейших пресноводных рыб в мире. Некоторые из них вырастают более 10 футов в длину и весят более 400 фунтов. Но что действительно поражает, так это то, что они делают над водой. Аропаймы могут выскакивать с взрывной силой, иногда более чем на 6 футов, в воздух, используя свои массивные хвосты, чтобы запускать себя, как живые торпеды. И когда они падают вниз, они ударяют с такой силой, что могут сбить человека с лодки. Эти рыбы также являются древними выжившими, с толстыми, бронированными чешуями, которые защищают их от пираний и других хищников. Они поднимаются, чтобы заглотнуть воздух. Очень похоже на двоякодышащих рыб, что делает их еще более странными. Но теперь пришло время вернуться под землю, буквально, потому что следующая угроза живет внутри вашего тела. Не все, речные монстры огромны. Некоторые из них микроскопические и ужасающие. Некоторые паразитические нематоды и черви, найденные в Амазонке, могут перемещаться из пищеварительной системы в глаз, мозг и спинной мозг. В один момент у вас болит живот, в следующей вы теряете зрение, обычный переносчик, загрязненная вода или недоваренная речная рыба. Эти паразиты не убивают быстро, они разрушают медленно. Некоторые случаи, зарегистрированные в сельских районах Амазонки, оставили жертв с долгосрочным повреждением нервов и слепотой. Что еще хуже, некоторые из этих паразитов настолько редки, что врачи не всегда распознают их вовремя. И по мере того, как ученые углубляются в экосистему Амазонки, они продолжают находить новые виды. Это подводит нас... За последние несколько десятилетий исследователи обнаружили сотни новых видов рыб Амазонки. От светящихся тетр до странно выглядящих бронированных сомов с шипами и ртами-присосками. И эти открытия продолжаются. Некоторые новые находки включают миниатюрных угрей с огромными челюстями, призноводных бычков с ядовитыми плавниками и прозрачных сомов, которые мерцают в темноте. Каждая экспедиция, кажется, открывает что-то новое, что-то странное. И хотя большинство из них маленькие, некоторые могут стать серьезной угрозой для баланса экосистемы или даже для людей. Амазонка остается одним из наименее исследованных регионов на Земле. Но это приводит к одному последнему вопросу. Мы только коснулись поверхности. Ученые оценивают, что более половины водных видов Амазонки остаются незадокументированными. Это значит, что тысячи рыб беспозвоночных, рептилий и амфибий могут все еще скрываться, невидимые, нетронутые и совершенно неизвестные науки. Что живет в самых глубоких карманах этого грязевого гиганта? Что находится в затопленных пещерах, сезонных озерах, скрытых подводных туннелях? Мы не знаем, но мы знаем вот что. Река Амазонка хранит больше тайн, чем любой другой водоем на планете, и каждая, рябь, каждая тень, каждый, внезапный всплеск в темноте может оказаться чем-то, чего мир никогда раньше не видел. Редактор субтитров А.Семкин